10 января на арене мытищи принимаем в гости баскетбольный клуб зенит химчане сыграли с питерской командой уже два раза на выезде и одержали две победы как в единой лиге втб так и в евролиге но зенит славится тем что он хорошо играет как раз в гостях так чему же нам быть готовыми хотя зенит сейчас хорошую игру с миланом сыграл минского города думаю будет тяжелая игра конечно здесь я лучше когда до верной концовки доходит для нас для тренеров в концовке постоянно какие-то нервы были и отрыв не такой большой были нервы я не чувствовал можете расслаблились чуть-чуть но евролига такая лига где должны как и говорил должны играть с первого свистка до последнего свистка там как мы на это турнир на табликс мы не смотрим если это будет легче для нас я не знаю иногда ты играешь лучше без твоих лучших игроков я не думаю, что это будет легче, но он хороший игрок в предыдущей игре со столичным цска наш форвард энтони гилл получил перелом носа и заставил многих попереживать сможет ли энтони сыграть в следующей игре и как он себя чувствует спросим прямо у него после трех сезонов проведенных в питерском зените сергей карасёв полностью освоился в нашей команде и готов принять свой бывший клуб уже на наши земле первая игра когда мы играли в питере была какая-то особенность после трех лет вернулся обратно в питер сейчас я думаю что это будет как обычная игра надо также выходить настраивается и и побеждать а ты под руководством плаза играл год твое мнение как человека изнутри ну да они играют стараются играть быстро стараются играть агрессивно большим количеством быстрых отрывов и такой как как это называется испанская защита поэтому в принципе мы две игры в питере были к этому готовы и надо еще больше будет адаптироваться сейчас и не знаки у них там проблемы состав на данный момент есть но мы это нас не должно особо тревожить самое главное в каком состоянии подойдем мы с какой самодачи будем играть итак 10 января пятница арена мытищи 20 00 химки зенит ждем каждого из вас приходите поддержать нашу команду до встречи